Сура Та-Ха Та-Ха В имя Аллаха милостивого, милосердного Та-Ха Мы не спасали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен А только в качестве назидания для тех, кто страшится Это неспослание от того, кто сотворил землю и высокие небеса Милостивый вознесся на трон или утвердился на троне Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле Не то, что между ними и то, что под грунтом Если даже ты будешь говорить громко, ему все равно известно тайное и сокрытое Аллах Тот, кроме которого нет иного божества и у которого самые прекрасные имена Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? Игра на нару, фа-кал лі Ахліхим кусьу Фа-кал лі Ахліхим кусьу Вот он увидел огонь и сказал своей семье, «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Быть может, я принесу вам головню или же найду возле огня дорогу». Когда он подошел к нему, раздался глаз, «О, Муса!» Воистину, я твой Господь. Сними же свою обувь. Ты находишься в священной долине Тува. «Я избрал тебя, и посему прислушайся к тому, что внушается тебе в откровении». Воистину, я Аллах. Нет божества, кроме меня. Поклоняйся же мне и совершай намаз, чтобы помнить обо мне. «Я едва ли не скрываю час от самого себя. Но он непременно настанет, чтобы каждому человеку воздали тем, к чему он стремился». «Пусть не отворачивает тебя от него тот, кто не верует в него, и потакает своим желанием, а не тот и погибнешь». «Что у тебя в правой руке, о Муса?» Он сказал, «Это мой посох. Я опираюсь на него, избиваю им листья для моих овец или отгоняю им моих овец. Я нахожу ему и другое применение». Он сказал, «О Муса, брось его». Он бросил посох, и тот превратился в змею, которая быстро двигалась. Он сказал, «Возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в прежнее состояние». «Прижми свою руку к боку, и она выйдет белой, без следов болезни. Вот тебе еще одно знамение». «Мы покажем тебе некоторые из наших величайших знамений». «Идхаба иля Фирауна, иннаху тага». «Ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного». Он сказал, «Господи, раскрой для меня мою грудь. Облегчи мою миссию. Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего, Харуна. Умножь благодаря ему силу мою. И позволь ему разделить со мной мою миссию. «Чтобы мы славили тебя многократно». «Чтобы мы славили тебя многократно». «И поминали тебя многократно». «Иннака кунта бина басира». «Воистину, ты видишь нас». «Каала, кад утийта сухлака, я Муса». Он сказал, «О, Муса, ты уже получил то, что попросил». «Мы и прежде оказывали тебе милость». «Когда внушили твоей матери откровение». «Положи его в сундук и пусти его по реке. И река выбросит его на берег. Его подберет мой враг и его враг. Я дарил тебя своей любовью, и тебя взрастили у меня на глазах». «Из темши أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله». «Фرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن». «Твоя сестра пришла и сказала, «Не указать ли вам на того, кто будет заботиться о нем?» «Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы порадовался ее взор и чтобы она не горевала». «Ты убил человека, и мы спасли тебя от скорби и подвергли тебя тяжелому испытанию». «О, Муса, ты пробыл многие годы среди жителей Мадьяна, а теперь вернулся в срок». «Я избрал тебя для себя». «Изهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري». «Ступай же вместе с твоим братом с моими знамениями и не уставайте поминать меня». «Изهبا إلى فرعون إنه طراء». «Ступайте к фараону вдвоем, ибо он приступил к границе дозволенного». «Говорите с ним мягко. Быть может, он прислушается к назиданию или устрашится». «Они сказали, «Господь наш, мы боимся, что он поспешит наказать нас или приступит к границе дозволенного». Он сказал, «Не бойтесь, ибо я с вами. Я слышу и вижу». «Ступайте к нему вдвоем и скажите». «Мы посланники твоего Господа. Отпусти с нами сынов Исраила и не причиняй мучения. Мы явились к тебе со знамением от нашего Господа, мир тому, кто последовал верному руководству». Мы получили откровение о том, что мучением подвергнется всякий, кто счел истину ложью и отвернулся. Он сказал, «Кто же ваш Господь, о Муса?» Он ответил, «Господь наш тот, кто предал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь». Он сказал, «А что будет с первыми поколениями?» Он ответил, «Знание об этом у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не предает забвению». «… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы сотворили вас из нее, земли, в нее мы вас вернем и из нее выведем еще раз. Мы явили ему, фараону, всевозможные наши знамения, но он счел их ложью и отказался. Он сказал, о Муса, неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством? Субтитры создавал DimaTorzok Мы непременно покажем тебе такое же колдовство. Назначь же срок для нашей встречи на открытом месте, где мы будем иметь равные шансы, и никто из нас не должен нарушить его. Он сказал, сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром. Фараон отвернулся и собрал свои козни, а затем пришел в назначенный срок. Муса сказал им, горе вам, не возводите навет на Аллаха, а не то он уничтожит вас, подвергнув мучению. Неудача постигнет того, кто измышляет ложь. Они стали спорить между собой о своих действиях и сохранили свой разговор в тайне. Они сказали, эти двое мужчин колдуны. Они хотят колдовством изгнать вас из вашей страны и вдвоем следовать вашим превосходным путем. Объедините ваши козни и выстроитесь в ряд. Сегодня преуспеет тот, кто одержит верх. Они сказали, о Муса, ты бросишь первым или же нам бросать первым? Он сказал, нет, бросайте вы. И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. Тогда он почувствовал в душе страх. Мы сказали, не бойся, ты одержишь верх. Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими. Воистину, содеянное ими — это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел. Колдуны пали низ и сказали, мы уверовали в господа Харуна и Мусы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он, фараон, сказал, неужели вы поверили ему без моего соизволения? Воистину, он старший из вас, который научил вас колдовству. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, что наказание суровее и долговечнее. Они сказали, мы не отдадим тебе предпостения перед ясными словами. Знамениями, которые явились нам и перед нашим Творцом. Выноси же свой приговор. Воистину, ты выносишь приговор только в мирской жизни. Воистину, мы уверовали в нашего Господа, для того, чтобы он простил нам наши грехи и колдовство, которому ты нас принудил. Аллах лучше и долговечнее. Он, кто явится к своему Господу, будучи грешником, уготована гиенна. В которой он не умрет и не будет жить. А тем, кто явится к нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени. Сады Эдема, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Таково воздаяние тем, кто очистился. Мы внушили Мусе откровение. Ночью отправляйся в путь с моими рабами и проложи для них по морю сухую дорогу. Не бойся, что тебя настигнут. И не опасайся. Фараон со своим войском бросился преследовать их, но море накрыло их полностью. Фараон ввел в заблуждение свой народ и не повел его прямым путем. О сыны Исраила! Мы спасли вас от вашего врага и дали вам обещание на правом склоне горы. Мы также не спаслали вам манну и перепелов. Вкушайте благо, которыми мы наделили вас, но не приступайте посредством их границы дозволенного. А не то на вас падет мой гнев, а всякий, на кого падет мой гнев, погибнет. Воистину, я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать правильно, а потом последовал прямым путем. Аллах сказал, о, Муса, зачем ты поспешил оставить свой народ? Он сказал, они находятся неподалеку и следуют по моим стопам. Я же поторопился к тебе, Господи, чтобы ты остался доволен. Он, Аллах, сказал, мы подвергли твой народ искушению после того, как ты оставил их, и самаритянин ввел их в заблуждение. Мусе вернулся к сейму, мол, он отказался. Муса вернулся к своему народу разгневанным и опечаленным, и сказал, «О мой народ, разве ваш Господь не дал вам прекрасного обещания? Неужели этот срок оказался долгим для вас? Или же вам захотелось, чтобы на вас спал гнев вашего Господа, и потому вы нарушили данное мне обещание?» Они сказали, «Мы не нарушали данного тебе обещания по своей воле. Мы были нагружены тяжелыми украшениями того народа и бросили их в огонь, и самолетянин тоже бросил». Он изготовил для них извояние тельца, который мычал, и сказал, «Вот ваш Бог и Бог Мусы». Но он забыл его. Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова, и не был способен навредить им или принести им пользу? «О мой народ, вас искушают этим. Ваш Господь милостивый. Следуйте за мной». «И повинуйтесь моим велением». Они сказали, «Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса не вернется к нам». Он сказал, «О Харун, когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе… Последовать за мной. Неужели ты ослушался меня?» Он сказал, «О сын моей матери, не хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что ты скажешь, ты разобщил сынов Исраила и не выполнил моих наставлений». Он, Муса, спросил, «А что ты скажешь, о самаритянин?» Он сказал, «Я видел то, чего не видели они. Я взял пригоршню со следов посланца, коня дебриля, и бросил ее. Моя душа соблазнила меня на это». Он сказал, «Видeman, какие мне приехали?» Он сказал, «突 Ivkan. в deeds, себя восстановить». Он сказал, «Видeman, не буду делатьLE». Он говорит, «Последовать на тут appropriate традицию, как Anh Богия offers sollen от ру olur». Он сказал, ступай, в этой жизни тебе придется говорить, я не касаюсь вас, а вы не касайтесь меня. А затем наступит срок, которого тебе не удастся избежать. Смотри же на своего Бога, которому ты предавался. Мы сожгем его и развеем его по морю. Вашим Богом является Аллах, кроме которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь. Вот так мы рассказываем тебе вести о том, что было в прошлом. Мы уже даровали тебе напоминание. Кто отвернется от него, Корана, тот понесет день воскресения тяжелую ношу. Они пребудут в таком состоянии вечно. Скверна будет их ноша в день воскресения. В тот день подуют в рог, и в тот день мы соберем грешников с синими. Они будут переговариваться шепотом. Вы пробыли там, в мирской жизни, всего 10 дней. Нам лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет. Вы пробыли там, в мирской жизни, всего один день. Они спрашивают тебя о горах, скажи. Мой Господь развеет их. И оставит только гладкую равнину. На которой ты не увидишь ни углубления, ни возвышения. В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки. В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому милостивы позволят, и чьими речами он будет доволен. Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять его своим знанием. Лица смирятся перед живым и поддерживающим жизнь, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости. А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления. Таким образом, мы не спослали его в виде Корана на арабском языке, и подробно разъяснили в нем свои угрозы, чтобы они устрашились, или чтобы это стало для них назиданием. Превыше всего Аллах, истинный царь. Не торопись читать Коран, пока ни с послания откровения тебе не будет завершено, и говори, Господи, приумножь мои знания. Прежде мы заключили завет с Адамом, но он запамятовал, и мы не нашли у него твердой воли. Вот сказали мы ангелам, падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис отказался. Мы сказали, о Адам, это враг тебе и твоей жене. Пусть же он не выведет вас из рая, а не то ты станешь несчастным. В нем ты не будешь голодным и нагим. В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя. Но сатана стал нашептывать ему и сказал, о Адам, показать ли тебе дерево вечности и неприходящей власти? Они оба поели с него, и тогда им стали видны их храмные места. Они стали прилеплять на себя райские листья. Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение. Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь. Он сказал, не извергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от меня верное руководство, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресения мы воскресим его слепым. Он скажет, Господи, почему ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим? Он скажет, вот так. Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению. Так мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал знамения своего Господа. А мучения в последней жизни будут еще более тяжкими и длительными. Неужели их не привело на прямой путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Воистину, в этом знамение для обладающих разумом. Если бы не было прежде слова от твоего Господа, и если бы не назначенный срок, то оно, наказание, уже обязательно наступило бы. Посему будь терпелив к тому, что они говорят. И прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом. Славь его в течение ночи, а также в начале и конце дня. Быть может, ты останешься доволен. Не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из них. Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя удела. Ведь мы сами наделяем тебя уделом. А добрый исход за богобоязненностью. Они говорят, почему он не принес нам знамение от своего Господа? Но разве не явилось к ним ясное знамение о том, что было в первых скрижалях? Если бы мы погубили Иш. От наказания до этого, пришествие Мухаммада и не с послания Корана, то они сказали бы, Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями до того, как оказались унижены и опозорены? Скажи, все ждут, и вы подождите. Вы узнаете, кто идет прямой дорогой и следует прямым путем.